Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Максим Лукьянов в начале выпуска главных событий дня. В Кустанайской области сегодня прошел очередной инвестиционный форум, итогом которого стало подписание 19 меморандумов на создание новых инвестпроектов. Их стоимость 251 миллиард тенге. Татьяна Калюжная расскажет подробности. Кустанайским педагогам и учителям рассказали о том, как переходит Казахстан на латинскую графику. Оказывается, произношение некоторых слов в связи с этим изменится. Ярослава Богатырева расскажет подробнее. Насладиться звучанием казахских народных инструментов. Сегодня в Кустанайе прошел областной фестиваль в памяти заслуженном работнике культуры Казахстана Абайи Амирханови. В Кустанайе сегодня прошел второй региональный инвестиционный форум, в котором приняло участие почти тысяча человек. Все они либо уже действующие бизнес-партнеры региона, либо, как надеются организаторы мероприятия, будущие. Ведь цель форума – раскрыть инвестиционные возможности и экспортный потенциал региона для партнеров. Подробнее нам расскажет Татьяна Калюжная. Сегодня в Кустанайе начал свою работу второй международный инвестиционный форум, который собрал на своей площадке около тысячи человек. Его основная цель – раскрыть инвестиционные возможности и экспортный потенциал региона, а также обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере привлечения инвестиций. По словам экспертов, Кустанайская область за последние годы показывает хорошие результаты в этом направлении. Сегодня Кустанай – это яркий пример, является показательным как диверсифицированный регион с устойчивым индустриально-аградным профилем. В области активно развиваются не только такие исторические базовые для регионной отрасли, как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, а также развивается автомобильное, сельхозмашное строение, легкая пешевая промышленность, а также производство строительных материалов. Кустанайская область предлагает потенциальным партнерам рассмотреть возможности инвестирования в Кустанайскую область по четырем отраслям экономики – сельскохозяйственной, горно-металлургической, машиностроительной и туристической. Аким области приводят примеры. Помимо создания индустриальной зоны в Кустанай, в регионе идет организация класс терапопереработки сельхозпродукции в Аркалуке общей стоимостью 3 миллиарда тенге. В результате вложения инвестиций в прошлом году увеличилось на 4,3%, это итоги 2017 года, а в этом году уже за 9 месяцев рост составил 9,3%, то есть вы видите, здесь рост идет более чем в два раза. Сегодня нами прорабатывают 40 проектов на 2 триллиона 200 миллиардов тенге, 13 из них с иностранным участием. В их числе три с участием китайских инвесторов, с которыми в ходе рабочего визита недавно первый заместитель премьер-министра республики Казахстан, Мамина, Китайскую народную республику в сентябре текущего года, подписаны документы по их реализации. После пленарного совещания Архимед Мухаммедов принял участие в подписании 19 меморандумов на общую сумму 251 миллиард тенге. Среди них, к примеру, меморандум между Акиматом Кустнойской области и китайской компанией об организации производства легковых автомобилей и меморандум о строительстве завода по распилу и обработке камня, изготовлению столешниц, раковин для ванных комнат и плиток для отделки. Также все желающие предприниматели смогли принять участие в мастер-классах, где им рассказывали о поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане. Хамзан Рупиисов, Татьяна Калюжная, РТН. Заводы по производству тракторов «Беларусь» и строительных материалов уже заработали на индустриальной зоне. Еще два проекта на стадии оформления документов. Сегодня о вложениях в зону, а также какие предприятия еще будут открыты в ближайшие несколько лет, кустанайцы рассказали представителям национальных холдингов и потенциальным инвесторам. За встречей наблюдала Ярослава Богатырева. Столичных гостей знакомят с новым в Кустанай производством. На индустриальной зоне начали производить тракторы «Беларусь». Проектная мощность до трех тысяч машин в год. Основной рынок с бытом – Казахстан. Помимо этого, в планах предприятий выпускать кустана и до ста тысяч теплообменников на техникум. На сегодняшний момент собрано 30 машин, отданы все на сертификацию. Значит, первый сертификат мы уже получили вчера. И получаем остальные, и приступаем к уборке и продаже моделей тракторов. Площадь индустриальной зоны Кустаная – 400 гектаров. Осваивать участки их три будут поэтапным. Пока к приему инвесторов готова площадь 120 гектаров. К участкам подведена вся необходимая инфраструктура. Решен вопрос со строительством железнодорожной ветки. На это потрачено более 5 миллиардов бюджетных тенге. Сейчас посетители зоны могут увидеть здесь лишь два завода по производству тракторов и строительных материалов. А также административно-бытовой комплекс. Но вот так будет выглядеть индустриальная зона Кустаная в ближайшие несколько лет. Третий проект – завод по выпуску больших тягодутевых машин и дымососов. Красногвардейский машиностроительный завод Свердловской области Российской Федерации. В продукции этого завода заинтересованы наши большие предприятия Казахстана. Такие как Аксузский завод ферросплавов, Актюбинский завод ферросплавов, ССГПО местные, также Казахмыс Энерджи. Общий объем инвестиций примерно составит около 2 миллиардов тенге. Самым крупным проектом, который будет построен в индустриальной зоне – это завод глубокой переработки зерновых и маслячных культур. Это казахстанско-китайское предприятие и объем вливаний около 100 миллиардов тенге. Пока разрабатывается проектно-сметная документация, стройка начнется в мае-июне 2019 года. Это второй участок зоны. Участки на третьем планируют выделять к 2025 году. Кстати, ознакомили участников столичной делегации с другими видами товаров, которые производят отечественные предприятия не только индустриальная зона. Потенциальных инвесторов заинтересовали автомобили местной сборки. Именно поэтому в рамках инвестиционного форума было принято решение организовать дополнительную экскурсию на предприятии автопрома. Диана Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТМ. И к другим темам. Еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие. Человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Кустанайском районе. О дорожно-транспортном происшествии в редакцию телекомпании «Алау» сообщили очевидцы. Они же прислали фото с места происшествия. Авария произошла 11 октября в поселке Заречный. Столкнулись пассажирский автобус маршрута номер 102 и легковой автомобиль. Очевидцы сообщают, что в этой аварии погиб мужчина. Он вылетел из салона легкового авто. На одной из фотографий видно, что человек лежит под колесами автобуса. В похищении человека обвиняются трое молодых жителей Кустаная. Уголовное дело в отношении них начали рассматривать в городском суде номер 2. А похищенными мужчина, как гласит обвинение, был сильно избит и долго лечился. Подробности в материале Виталия Луговского. Вот так 50-летний Даурет Айтбаев выглядел 31 июля этого года после событий, произошедших с ним предыдущей ночью. Их обстоятельства начали рассматривать в Кустанайском суде номер 2. Обвиняемыми по уголовному делу проходят трое молодых людей. 20-летний Кирилл Бивол, он незаключен под стражу, 22-летний Константин Волков и 26-летний Михаил Серегин. Именно старшему из них, по версии обвинения, принадлежала идея совершить действия, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела. Серегин предложил Волкову проехать в садовое общество элеваторщик к Айтбаеву, который, по словам Серегина, плохо отзывался его матери. В этой связи у Серегина возник умысел на похищение Айтбаева и нанесение последних телесных повреждений. Согласно обвинению, приехав на дачу и найдя мужчину, Серегин сразу же ударил его, отчего тот упал. К избиению присоединился и Волков. После избитого мужчину парни загрузили в багажник автомобиля, заперли и привезли в Кустанай, к дому инициатора нападения. Машину загнали во двор. Айтбаева Серегин несколько раз то вытаскивал из багажника, то вновь туда запирал. После очередного избиения. Волков периодически ему в этом помогал. Айтбаев, не вытерпев избиения со стороны Серегина и Волкова, предпринял попытки в бегство. Однако Айтбаев не смог убежать, так как Серегин, Волков и Бивол догнали потерпевшего, окружили его со всех сторон, после чего начали наносить телесные повреждения потерпевшему по всему телу. Все это продолжалось около двух часов, пока живущая по соседству женщина не услышала подозрительный шум и не вызвала полицию. Прибывшие полицейские обнаружили в багажнике авто избитого мужчину. Он был оперативно доставлен в реанимацию городской больницы. Врачи зафиксировали на него сотрясение мозга, многочисленные ушибы, кровоподтеки и гематомы, перелом носа. Таким образом, Серегин Михаил Васильевич, 09.07.1992 года рождения, совершил уголовное правонарушение, присмотренное статьей 125, частью 2, пунктов 1.3, уголовного коза с Республикой Казахстан. По чтению человека совершено группа лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Такие же обвинения предъявлены и Константину Волкову, и 20-летнему Кириллу Биволу. Серегин Биволу полностью, частично не признаете? Полностью. Садитесь. Болков? Признаю полностью. Садитесь. Биволу вину не признал, и, как суде сообщил потерпевший, он к этому человеку претензий не имеет, так как он ничего ему не сделал. Причиненный ему ущерб от БФ в данный момент оценивает 300 тысяч тенге. Алексей Кудрянцев, Виталий Луговской, РТН. Человек, подозреваемый в совершении убийства, задержан полицией Кустаная. На его розыск ушло несколько дней. Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из дворов в северной части города утром 5 октября. На месте происшествия на площади в несколько квадратных метров виднелись многочисленные пятна крови. Самое большое из них было на бордюре, где и лежал погибший человек. Свидели говорили о том, что у мужчины была разбита голова. На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники органов внутренних дел начали досудебное расследование по статье убийства Уголовного кодекса Казахстана. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В итоге установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 50-летний мужчина. Он выдворен в изолятор временного содержания Рудного. О латинской графике, гражданском форуме и погоде сразу после небольшой рекламы.